Так что не обеспечивайте. Всем привет еще раз. Зовут меня Дунаева Анастасия, мне 32 года. Живу я в городе Коломна, это Московская область. Вот, я мама в декрете. Спасибо за поддержку. Вот, я мама в декрете, у меня трое сыновей. С двумя из них я нахожусь в декретном отпуске. До того, как выйти в декрет, я работала в двух компаниях. Потрясает. Сейчас выключу камеру. Видно? Слышно меня? Слышно теперь? Сейчас хорошо? Все, тогда не буду включать камеру, чтобы интернет получил работу. До того, как уйти в декрет, я работала в двух компаниях. Это Макдонс и Евросеть. В Евросети я уходила в декрет в должности директора магазина. Вот, сейчас нахожусь два с половиной года с детишками. Получилось так, что я вышла из декрета в декрет, то есть раздела одного к другим. Ребят, сейчас там что-то с детьми происходит. Я работала на наемной работе. Девять лет стажа у меня. В компанию Reflame я попала по холодному рынку. Сейчас нахожусь на ступеньке менеджера 90%. Пришла на объявление Миши Якимова. Искала работу для папы своего, а получилось так, что не нашла за себя. Я увидела объявление о подработке для мам. Стало интересно, что же такого можно, как же можно зарабатывать, сидя дома. Подвонила, поговорили с Мишей. Было, знаете, такое небольшое разочарование, когда он сказал, что работает в компании Reflame. У меня было представление 90% людей об этой компании. То есть это двигатель с каталогами, это ссюхивание продукции. То есть я думала, что этим занимаются до сих пор компании. И о том, что речь идет о каком-то серьезном бизнесе, такого не было. То есть я даже такого не представляла. Ну, решила разобраться. Тут вот многие девушки говорят, что их мужья были против компанию. То есть они кому-то запрещают, даже у нас это Аня тоже Миша запрещал. Вот, потом смирился. Сказал, ладно, занимайся, чем хочешь. А у меня было наоборот. То есть я поднималась, я подумала, что это не серьезно, что зарабатывать в интернете нельзя. А муж мне сказал, что давайте попробуем, может быть, правда люди зарабатывают эти деньги. Разберись. И тогда уже будем думать, будешь ты работать или нет. Ну, такой вот пинок я получила и пошла работать в компании Reflame. Так, сегодня я хотела бы вам рассказать о бизнесе. Мы поговорим о чем же стоит бизнесом, что нужно делать, а кто и как платит деньги, кто будет помогать и что же мы получим в результате. Ну, для начала бы хотел сказать, почему же я пришла в эту компанию. То есть, да, были первые сомнения у меня. Но когда я начала ходить на вебинары, стала изучать об этой компании в интернете, читать, я поняла, что это серьезная компания, которая существует 50 лет на мировом рынке, 20 лет из них в России. Компания занимает третье место по онлайн-продажам после РЖД и аэропрота. Представляете, да, какой масштаб. И это прозрачность нашего бизнеса, в личный кабинет мы можем увидеть все наши доходы, как они начисляются, как за что нам компания начисляет деньги. Это качественные продукты, то есть шведский бренд. Ну, и развитие. То есть, компания дает нам очень хорошее развитие в плане и себя, и дохода. То есть, доход у нас не ограничен. Это, конечно же, не все плюсы компании, их очень много. Первое, то, что это отсутствие стартового капитала, да, мы приходим здесь в состояние положения, от нас компания не требует ничего. Соответственно, нет финансового риска, что мы что-то потеряем. Это гибкий график работы. Мы выбираем для себя, когда мы будем работать. Вот я маму в рекрете, в основном это делаю, когда дети 65, днем, либо ночью. Семнадцать зарплаты в год. То есть, нам платят по три недели по каталогу. Это премии в долларах. Это обучение в процессе работы. Не требуется от нас никакой специальности. То есть, будь ты студент, будь ты школьник, будь ты там, я не знаю, президент какой-то компании. То есть, у нас очень много людей, и они разного социального статуса. Пассивный доход. То есть, когда мы уже там выращиваем какие-то деревьевые веточки, нам за это платят компании. Мы можем оставить свой бизнес, там, улететь куда-то за границу, отдыхать, да, он все равно у нас не прекратится, и доход будет расти. То с обычным бизнесом, там, я не знаю, если там какой-то магазин, да, вы уезжаете, соответственно, ваш доход приостанавливается. Способ совмещения, это и с учебой, и с работой. У нас вот перспективы без ограничения, да, компания нам дает огромные возможности в плане дохода. То есть, здесь уже вы сами выбираете, будете 30 тысяч получать, или, не знаю, миллион. Кому что. Ну вот, личностный рост, творческий характер работает, куда-то ваша фантазия. Есть какие-то ресурсы, да, компания, она их дает. Мы уже под свой характер, под свою манеру жизни, мы уже это применяем и можем это делать в отрасли. Без нами на мировом рынке. Компания работает с 4,5 странами. Я думаю, что это не предел, что только сотрудничество будет увеличено. Это не слышно, да? Может быть, интернет опять подвисает? Сейчас слышно? Слышно? А, все, тогда продолжаем. Ну, в общем, возможности очень большие у компании. И, когда милочки приходят, да, у них первый вопрос, это, когда же будет доход, когда я его получу? Вот, вот, у меня есть такой наглядный пример. Это вот фотографии беременной девушки. То есть, бизнес нужно вырастить. Все начинается с маленького такого зародыша, маленького комочка. Мы его постепенно растим-растим и получаем вот в виде такого ребеночка, который будет нас радовать, за которым мы будем ухаживать. Вот, получим такой вот результат. Или другой пример. Это девушка, которая хочет похудеть. То есть, нельзя за один день сказать, вот, завтра у меня будет минут 10 килограмм. Так ведь, мы от чего-то отказываемся, ходим в тренажерный зал. Ну, то есть, какая-то система действий есть, да, мы худеем. Нельзя сказать, что, а, вот я сегодня худею, завтра я не худею, там, кем классово. То есть, бизнес тоже так не строится. Нельзя его строить сегодня, там, завтра я его не строю, послезавтра строим. То есть, система должна быть ежедневная. Первое, что нужно сделать, когда вы попадаете в компанию, да, нужно вспомнить свои мечты. О чем вы вообще мечтаете? И уже эту мечту превратить в цель, цель-план, а план в действие. И только после этого у вас будет результат. И, ребята, не бойтесь мечтать о чем-то таком большом, о глобальном. Наоборот, ставьте перед собой такие цели, которые вам на первый взгляд скажут, что вы их не преодолеете. Очень часто слышишь то, что люди говорят, а, там, у меня 10 тысяч будет прибавка к моей зарплате, у меня этого достаточно. Я, честно говоря, таких людей не понимаю. Потому что, ну, ну, что эти 10 тысяч? Ну, по сути, ничего, да, там, в несколько раз сходить в магазин, купить более, там, чуть-чуть подороже к колбасу, или, там, я не знаю, килограмм конфет каких-то подороже. Нужно мечтать о чем-то большом, то есть не о море, а об океане, не о том, что вы поедете на море за горем, а о том, что вы будете отдыхать в каком-то дешеном отеле, что вы полетите за границу, что у вас будет самая дорогая машина, что вы можете себе позволить, ну, все, что угодно. Мечтайте о большом и превращайте свою мечту в цель. Что же нам нужно сделать для того, чтобы начать работу? То есть вот мы зарегистрировались, пришли в компанию, да, помечтали, поставили какие-то цели. Как же нам их осуществить? На самом деле, гениально и просто. Когда я стала разбираться в бизнесе, я подумала, вот вроде бы такая простая мысль, да, покупать себя и строить на этом бизнес. Ну, просто гениально. Я не знаю, что можно придумать гениально. Вот. Мы выполняем правила трех П, да, потребляем продукцию, присутствуем на обучение и приглашаем людей. Давайте немножко, ну, поподробнее расскажу о каждом функции. То есть, с чего мы начинаем? Это, ну, любая компания, она, ну, заинтересована в товарообороте, да, нет товарооборота, нет зарплаты. И наша задача – пустить большой поток в интернет-магазин, то есть создать товарооборот для компаний. За что нам будут платить зарплату от 3% до 22% за то, что мы приводим людей. Как же совершить нам этот, как же нам создать этот товарооборот? Ну, прежде всего, нужно начать с самого себя, поменять магазин, который, в который вы ходили там за углом где-то, там через дорогу, да, в какой-то супермаркет, и начинаете приобретать в своем личном магазине, интернет-магазине. Это выгодно. Во-первых, качественная продукция, да, по низким ценам, в отношении цены и качества. Есть возможность выбрать такой продукт, который вам интересен. То есть, походить там, не походить, а посмотреть на сайте интересную продукцию. Тем более, что ассортимент компании очень большой. Это и уход за кожей, декоративная косметика, буртумерия, уход за телом, волосами аксессуара, то есть более двух тысяч минований, выбирай все, что хочешь. Люди каждый день моются, то есть, вы знаете, паста, там, мыло, шампунь и гели, все это очень быстро заканчивается антиреспирантом. Девушка очень любит косметику. Честно говоря, вот до того, как попасть в компанию Reflame, я как-то себя ограничивала в покупке косметики. Ну и думаю, что я хожу там, в дом все видеть, ну и зачем она вообще мне нужна. А тут, знаете, я посмотрела на лидеров наших, на секторов, какие они все красивые, какие они все ухоженные. Мне вот, знаете, захотелось точно так же выглядеть. Я стала покупать эту косметику. И сейчас, когда вот она приходит, да, забираю заказ, мне терпится посмотреть ее, как-то раскрыть там эти баночки, понюхать, ее помазать. Вот, ну и девушки не поймут, да. Сейчас уже стала чаще краситься. Если мы с мужем там куда-то приезжаем в магазин, я уже там вот прическую, наговорюсь. Он мне говорит, ну и ты что, куда там собираешься в таком виде-то на дискотекте, что-то сказала. Вот. Ну, во-первых, это приятно мне, и я думаю, что муж в скором времени поклонится, что у него жена становится вот такой вот красивый. Вот. Ну, второй пункт, да, это нужно обучаться. Обучаться нужно всегда, с самого первого дня. Вебинаров очень много на разные темы, то есть это, как создавать личные товарообороты, как приглашать людей, как отвечать на возражения, как планировать свои действия. У меня вот, я не даже скажу по личному опыту, да, когда я только началась обучаться, я пошла на один вебинар, на второй, на третий. Я тоже думаю, блин, тут рассказывать одно и то же. Вот. Я не пойду на следующий. Я уже это все знаю. На самом деле, когда у меня там такой был стоп в прогрессе, то есть изначально как-то пошел рекрутинг, рекрутинг, потом какой-то стоп пошел. Вот. Он даже сейчас у меня отпускает. Вот. Я стала задумываться, что же, что же не так, что я делаю не так. Начинала перебирать других сенсорок, начинала смотреть вебинары на другие темы, то есть это и рекрутинг, и как-то возражать людям, да, как правильно отвечать им. Ну, то есть обучаться нужно постоянно. Даже наши директора, да, вот, Татьяна, Миша, они постоянно ходят на вебинары, они постоянно обучаются. Хотя, казалось бы, да, мы им там учиться. На самом деле нужно постоянно, даже по жизни постоянно нужно обучаться. Еще в том плюс обучения в компании, это то, что стабильный рост уже, да, мы друг за дружку, то есть спонсоры, менеджеры, ректора постоянно передают нам свой опыт на след. Ну, как бы, нас к этому обучают. И вот сетевой маркетинг, он чем отличается от работы по найму, то, что мы друг другу помогаем. И вот эти обучения, они как раз дают вот залог успеха. Вот мы постепенно там по лестничке поднимаемся за руку, да, и никто никого не сталкивает. Если, вот, на работе по найму все-таки работали, я думаю, что они меня поймут. Я даже сейчас вспоминаю, были такие моменты у меня, по-моему, когда я продвигалась по лестнице, по карьерной, когда там вставляли палки в колеса мои же коллеги, даже было так, что и друзья, ну, якобы так сказать, что на этот момент мне казалось, что они мои друзья, а оказывается, что совсем они меня. Поэтому мы в этой компании, где друг за друга никто никому не будет мешать. И наоборот, успех своего там новичка, своего директора напрямую зависит свой успех. Поэтому постоянно обучать и помогать. Третий пункт – это приглашение людей. Да, сейчас вот интернет нам дает безграничные возможности для того, чтобы пригласить консультантов. Интернет нам дает безграничные возможности для того, чтобы найти новых консультантов. Да, если там раньше, когда кто-то пошел, сейчас его бизнес, и интернета не было, были встречи оффлайн. Согласитесь, что это очень тяжело. Согласил человек где-то куда-то домой, в кафе, сколько нужно устроить этих встреч. А сейчас мы просто взяли ноутбук, компьютер, телефон, и можем найти эти справедливые пункты в любом полке мира. И рекомендации вот у меня новичкам, когда вы только приходите в бизнес, изучите бизнес хорошо, прежде чем его предлагать. Не обманывайте никого, не сочиняйте, что вы там уже что-то зарабатываете. Говорите то, что «да, я начинаю, я учусь, но мне кажется, что это интересная тема, что нужно в этом собраться, здесь помогают в этом разбираться, давай вместе разберемся». То есть ни в коем случае не обманывайте. «Приглашайте знакомых через спонсора или вышестоящего менеджера». У меня так было, когда только-только я начала рекрутировать, Миша мне помогал. То есть я говорила людям, что есть знакомый, который хорошо зарабатывает, и от него есть сладости. Миша мне звонил, рассказывал о бизнесе, были регистрации. И потом уже, когда я по мере обучения принялась в бизнесе, соответственно, сама начала все прошедший день. Еще основная ошибка новичков – это хвататься за все способы рекрутинга. У меня тоже такое было, когда мне хотелось и каких-то знакомых пригласить, и на господи там выставить объявление, и там позвонить. То есть, ну, вот все возможные какие есть у нас способы, я начинала им пользоваться. Потом поняла, что нет, дело так не пойдет, надо как-то, ну, выявить для себя какой-то особенный способ рекрутинга. Я хотела пробовать несколько, то есть, там, например, две недели такого рекрутинга, две недели другого. Вот. И еще забыла предписать ту одну ошибку, это то, что новички как-то сразу начинают решать, кому нужен бизнес, а кому не нужен. Я думаю, что это очень большая ошибка, у меня тоже такое было, то есть, у меня самая первая регистрация, вот моя личная регистрация, была девушкой, которую я сразу вычеркнула из списка. То есть, мы с ней встретились, это моя подруга, мы с ней встретились, и я решила в бизнесе предложить ее парню. Ну, такие предпринимательские замашки, то есть, он всегда хотел открыть какое-то дело, ну, тот, кто денег не хватает, еще чего-то. Я думаю, ну, давай-ка я его позову, может быть, он пойдет. Вот мы с ней встретились, все, о бизнесе рассказывают, и она как смотрит на меня и говорит, значит, смотри, ты мне не предлагаешь. Мне интересна эта тема. И вот тогда я поняла, что не нужно решать людей, кому нужно, а кому не нужно. Поэтому не совершайте ошибок, которые совершали мы, наши лидеры, наши депутаты, если они постоянно об этом говорят, значит, это действительно так, и это не работает. Когда мы начинаем обманывать, когда мы, ну, что-то делаем не по плану, копируйте дети лидеров и вышестоящих лендов, депутатов, тогда будет все классно. Вот. Чего же нужно начинать видеть? Это статистка твоих знакомых. Есть такая статистика, то, что к принципу до годов у человека становится около 2000 знакомых. Представьте такую цифру, вот, 2000 знакомых у вас в бизнесе. То есть, все, готовый бриллиант, там, даже не бриллиант, копируйте. Если вы пригласите в теплый рынок, во-первых, с ним, с теплым рынком легче работать, легче напомнить о себе, даже если человек, вот, сказал, да, учительница, ну, пришел, что-то ему там не понравилось, и он вырос, там, ну, до 9 до 12 лет. Мы всегда можем позвонить своему другу и сказать, слушай, ты там уже вырос, ты уже менеджер, может быть, все-таки вернешься, давай начнем работать. И были такие примеры, и они есть, то, что люди возвращаются, начинают так сильно работать и даже обгонять своих комплексов, тех, кто их пригласил. Так что, теплый рынок, мне очень нравится работать в теплом рынке. Хоть у меня немного регистрации, но я думаю, что такую хорошую почву, платформу я себе готовлю. Будет такой момент, когда люди поменяют свое мнение, либо это может быть мой собственный успех, может быть, просто у них жизнь, что-то поменяется там. Ну, не знаю, все равно для работы, еще что-то. Они вспомнят о том, что я им когда-то предлагала бизнес, и вполне возможно, что они придут. Поэтому я люблю предлагать своим знакомым, деятельность в интернете. Постоянно пополняют список. Есть очень много чувств для этого. То есть, вспоминается, да, о тех порах людей. То есть, это может быть родственники, друзья, какие-то близкие, коллеги. То есть, ну, вы очень общаетесь и хорошо с ними, там, куда-то совместно выходите. Есть коллеги, которые... Вы просто их знаете, да, там, привет, пока, там, как дела, и все. Тоже их включаете в этот список. Многие очень стесняются, то, что у них на работе узнают, где работаете вы Респлэйм, и как-то сразу отталкивают теплый рынок и переходят на холодный. Ну, я не знаю, здесь совет... Представьте бизнес. То есть, вы предлагаете мне компанию Респлэйм, вы предлагаете возможность заработка в интернете. А здесь уже просто идет сотрудничество. У меня вот такая политика. Когда говоришь, что давай пойдем в Респлэйм, люди, конечно же, сразу скажут нет, потому что, ну, я уже говорила о том, что порчен менталитет у нас вот этими 90-ми годами, когда люди бегали, зарабатывали налогами и неправильно вносили суть бизнеса. То есть, сейчас нам вот предстоит огромная работа менять этот менталитет, сказать о том, что так ты ничего не заработаешь, это котейки. Так что, предлагаем серьезный бизнес в интернете, сотрудничаем с серьезной компанией. Как же строится наш бизнес? Метод морковки. Есть такое понятие, как фонтус «тэй-деточка». То есть, вот видите, на картинке, да, я зарегистрирована и регистрирую сюда новичка. Под новичка регистрирую я и моя команда, которая уже вышла на меня, регистрирует в глубину людей. Сделано это для того, чтобы, если, например, кто-то из бизнеса уйдет, эти веточки не развалятся, то есть она будет постоянно расти, и, соответственно, будет расти ваш доход и ваша команда. И это еще, знаете, чем удобнее, то, что пока вы будете обучаться, пока будете занимать бизнес, у вас уже будет огромная команда. Я вот сюда, не помню, зарегистрировалась, да, и буквально там проходит минут 10-15, мне приходит на электронную почту письмо о том, что подо мной есть человек. Я в памяти... А, и там такая фраза, что свяжитесь этим человеком, объясните ему путь бизнеса. Я в памяти звоню Мишу, говорю, что это такое, то есть кому я должна звонить, я сама тут только зарегистрировалась, а тут 15 минут я должна кому-то еще рассказать о бизнесе. А, вот. Понимаете, да, команда помогает расти не только тебе, но и себе. Вот, как только вы уже становитесь этим уверенным и тебе к человеку, кто-то там наладил перекручен, кто-то регистрирует очень хорошо, чтобы понялись этот бизнес, а начинаем расти в ширину. То есть мы до этого в глубину туда, да, росли, начинаем расти в ширину, мы строим свои собственные веточки. Поскольку в этой веточке, собственно, ваша, появляются 30 акционных партнеров, мы начинаем три эти веточки и так далее. То есть от каждой веточки мы получаем где-то 15-20 тысяч рублей в них. Соответственно, мы должны быть заинтересованы в том, чтобы расти не только в глубину, но и в ширину. Чем это хорошо? То есть когда мы уже становимся в ресторане, да, наша задача вырастить таких же директоров в наших лет. За каждого директора мы получаем прибыль от компании. И чем больше их, тем, соответственно, больше у вас доходов. Вот если у меня сейчас плачет, то есть сколько у вас веточек, видите, какая прогрессия идет в заработке директоров. То есть золотой директор две веточки две тысячи долларов в месяц, старше золотой три с половиной тысячи долларов это три веточки, да, ну и так далее. Здесь я не буду как бы останавливаться более подробно в детстве вебинара на втором плане. Вот посмотрите обязательно. Нужно знать, за что компания нам платит деньги. Вот. Ну и когда вы проделали 4-7 действия, то есть вы обучаетесь, вы растете, вы потребляете продукцию для себя, вы приглашаете людей, посещаете обучение, вас, несомненно, ждет успех. И компания признает своих лидеров. То есть это встреча с интересными людьми, это посуществует для этой компании. Вот. До трех раз в год. Это участие мероприятий, какие-то семинары. Вот я была на одном семинаре в Москве. Если у вас есть в городе такие семинары, обязательно посещайте, потому что там такой заряд энергии, просто столько адреналина, я помню, сюда приехала, я просто спать не могла. У меня в голове столько было информации, столько было позитива. Вот. Как бы, я не знаю, как телефон заряд включили и подберегили. Просто супер. Сейчас вот скоро будет многофорум. Ну, не дождусь, обязательно туда поеду. Вот. Думаю, что будет очень интересно. И что же мы получаем в итоге, да, когда все мы это проделали, получаем успешный бизнес, который мы можем передавать на след. Это путешествие. Не только за счет компании, но и, да, очень часто наши лидеры просто вот, не знаю, себя дома, и вдруг спонтанно захотелось куда-то полететь, тогда мы там, не знаю, увидели какую-то конференцию там, ну, не знаю, там просто ребенка в ЛМ сюда подпустили, да, они купили билеты, не задумываясь, потому что они хорошо получают, и повезли своих людей куда-то развлекательные. Да, это личностный рост, карьерный рост, постоянно растущий доход, пассивный доход, признание компании от партнеров, это банк, это конференция за границей, очень насыщенная жизнь компания Reflame, работа в команде с позитивными, неуспешными людьми. До компании Reflame я не встречала столько людей, которые просто заряжены позитивно. Здесь в моем окружении люди, которые постоянно ноют, что они чем-то недовольны, что их что-то не устраивает, а здесь люди даже когда у них что-то не получается, они просто встают, отрягиваются, идут дальше и говорят «экспирим, да, мы на этом не остановимся, мы пойдем дальше». Просто это супер. Ну и, конечно, элитный стиль жизни. Кто об этом не знает, я не знаю, я таких людей не понимаю. Если там кто-то говорит, что достаточно для жизни, то для меня это не застатка. Я хотела больше увидеть, что-то мои дети именно больше. Вебинар бы хотела бы закончить на такой празднике, что все в наших руках, мы сами строители своей жизни. и есть такая притча, что Бог создал тварь к плины, у нас к кусочкам плины, и Бог спрашивает тварь к плины, что тебе с этим еще? Скажи, к мой отвечай, ты мне счастье. И тогда Бог положил тварь в руки оставшую тварь к плины и сказал все в своих руках. Я думаю, что это замечательный сказок, потому что счастье указывается свое. Кто-то там не стоит оценивает, кто-то обогатствует, кто-то богатствует, но ты указывает свое, поэтому лечите это счастье, создавайте его. И вспоминайте всегда десни, когда мы летели в последний месяц, у нас там какие-то фигуры не замечались, мы просто помкали его, с какой-то злостью, не знаю, но потом все-таки брали этот комочек и начинали лететь новую фигуру. Тут же так же и жизнь. Да, потопчите ногами, но самое главное не вставайте. Летите его, и тогда будет все не сказать. Всего в дадим. У меня в принципе все, если здесь какие-то вопросы, я готова отмечать. спасибо. Спасибо. Спасибо, ребята, у меня дебют, и ваша поддержка не очень важна, и спасибо, что вы присутствовали в моем мебинаре. Ну все, тогда я с вами прощаюсь, увидимся в чате, всем пока. субтитры,